Даниила, глава 13. И сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин-судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Иакима, и к ним приходили все имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки. И видели ее оба старейшины всякий день приходящие и прогуливающиеся, и в них родилась похоть к ней. И извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к нею, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг с другом, пойдем домой, потому что час обеда, и выйдя расходили друг от друга, и, возвратившись, приходили на то же самое место, и когда допытывались друг у друга о причине того, признались в похоти своей, и тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня. Сусанна вошла, как вчера и третьего дня, с двумя только служанками, и захотела мыться в саду, потому что было жарко, и не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам, принесите мне масло и мыло, и заприте двери сада, чтобы мне помыться. Они так и сделали, как она сказала. Заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им. И не видали старейшин, потому что они спрятались. И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали, — Вот, двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих. Тогда застонала Сусанна и сказала, — Тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне. А если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом. И закричала Сусанна громким голосом. Закричали также и оба старейшины против нее. И один побежал, отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с нею. И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о Сусане говорено не было. И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужа ее, пришли и оба старейшины, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они перед народом, — Пошлите за Сусанной, дочерью Хелкия, женой Иоакима. И послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанны было очень красиво, нежно и красиво лицом. Эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали. А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старейшины, — Когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками и затворила двери сада и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них и увидели их совокупляющимися. И того не могли удержать, потому что был он сильнее нас, и отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша. Но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем. И поверила им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть. Возопила Сусанна громким голосом и сказала, — Боже вечный, ведущий сокровенно и знающий все прежде бытия его, ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня. И услышал Господь голос ее. И когда она введена была на смерть, возбудил Бог Святой Дух молодого юноши по имени Даниила. И он закричал громким голосом, — Чисть я от крови ее! Тогда обратился к нему весь народ и сказал, — Что это за слово, которое ты сказал? Тогда он, встав посреди них, сказал, — Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали. И тотчас весь народ возвратился и сказал ему старейшинам, — Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство. И сказал им Даниил, — Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их. Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему, — Состарившийся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суди неправедное, осуждая невинных и оправдывая виновных. Тогда, как Господь говорит, — Невинного и правого не умершляй. — Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом? Он сказал, — Под мастиковым. Даниил сказал, — Точно, солгал ты на твою голову, ибо вот ангел Божий принял решение от Бога рассечет тебя пополам. Удалив, и он приказал привезти другого и сказал ему, — Племя Ханаана, а не Иуды. Красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочарями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающими между собою? Он сказал, — Под зеленым дубом. Даниил сказал ему, — Точно, солгал ты на твою голову. Ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас. Тогда все собрание закричало громким голосом, и благословили Бога, спасающего надеющихся на него. И восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали. И поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их. И спасена была в тот день кровь невинная. Хелкия же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну с Иоакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик перед народом с того дня и потом.